Осеннее обострение вещь крайне удивительная, ведь с ума сходят даже те, у кого его никогда и не было. Да, друзья, бывает и такое. Осень прошла, а обострение осталось. Ну просто сложно дать какую-то характеристику тому, что случилось на этой неделе, но я все-таки попробую. Это Вести без Киселева, совместный проект канала Фирмак Медиа и реальная журналистика. Привет-привет, мои дорогие, с вами Юля и мы начинаем. Безопасный город. Согласитесь, в этом словосочетании прекрасно все, особенно сумма средств, выделяемая на развитие этой программы. Вот, например, на этой неделе стало известно, что расходы на уличные камеры в одной только Москве в следующем году вырастут более чем в два раза и составят более 106 миллиардов рублей. Это при 50 миллиардах в настоящем и годом ранее. Такой рост финансовой инициативы авторы бюджета объяснили сложностями обстановки. Но с позиции такой оказался не согласен депутат Мосгордумы Михаил Тимонов. Он заявил, что безопасности столицы это не прибавляет. Например, закладчиков меньше точно не стало. На это ему постоянно жалуются избиратели. Поэтому чиновник предположил, что такие меры могут предприниматься лишь с одной целью. Внимание, цитата, чтобы эффективнее ловить уклонистов и оппозиционеров. Конец цитаты. Но все это не было бы так грустно, если бы не было смешно. А все дело в том, что деньги, выделенные на разработку единых стандартов аппаратно-промышленного комплекса «Безопасный город» в сумме 620 миллионов рублей, бесследно исчезли. Ну, то есть, по-русски говоря, были… На этот факт обратила внимание военная прокуратура, неожиданно решившая осуществить проверку целевого расходования бюджетных средств. И о ужас! На лице обнаружила признаки части 4 статьи 159, то есть мошенничество в крупном размере. Сейчас дело передано в военно-следственное управление Следственного комитета Москвы. Ожидается процессуальное решение о возбуждении уголовного дела, ну или об отказе в его возбуждении. Это уж как договорятся. Но вкратце я вам поясню, что да как. Вообще, система «Безопасный город» существует в России более 15 лет. И как-то там даже вроде работала, пока в 2020-м один замминистр по линии МЧС, некий Чуприян, не заявил, что из-за отсутствия единых стандартов система не может работать корректно. Поэтому, ну типа, нужны деньги и, соответственно, новый проект. Все это дело с легкой руки бывшего вице-премьера Юрия Борисова было поручено Ростеху, правда, через выигранный тендер. И вот проходит три года и начинается борьба за деньги. МЧС не принимает результаты работы, а Ростех утверждает, что работа сделана в полном объеме. Хотя, зная все достижения Ростеха за последние несколько лет, усомниться в порядочности госкорпорации повод, несомненно, имеется. Чего только стоит новейшая частюля, которую активно обсуждали на прошлой неделе. Я напомню, это новейшая российская разработка, которая по задумке должна была стать современной антидроновой системой. Но вот незадача. Наблюдатели за российским рынком инноваций утверждают, что нечто подобное уже существует и, мало того, находится в свободной продаже на Алиэкспресс. Причем идентичность аппаратов практически стопроцентная. Это касается и дизайна, и характеристик, и конструктивных особенностей. А ведь на это были выделены деньги. Вот и с безопасным городом могло произойти нечто подобное, что и заставило МЧС усомниться в качестве представленного результата. Но дать заднюю Ростех не может. Поэтому с пеной у рта доказывают, что работа реально проводилась, а деньги реально были затрачены, а не попилены. Но радует во всем этом одно. Цифровой концлагерь нам точно не грозит. Потому что пока в этой схватке побеждает коррупция. Коррупцию создала советская власть, КПСС. Единая Россия плавно забрала у нее все инструменты коррупции. И сегодня эта страшная болезнь поразила все органы и всю структуру. Туда идут только бандиты, криминалы, жулики. У вас фракция, половина бизнесмены, воры, жулики, грабители. Вся остальная половина агенты спецслужб. Вся Единая Россия. 300 депутатов, 90%. Все занимались коммерческими делами. Все занимались преступных схемах. Это вы всю страну коррумпировали. Вы всю страну сделали бандитами и жуликами. Тотальная коррупция вами, представляемая здесь органом. Вся полиция коррумпирует. ФСБ, прокуратура. Я бесспорно понимаю негодование господина Жириновского, но страшнее коррупции может быть только желание и возможность ее прикрыть. Вот, например, на этой неделе стало известно, что бывший руководитель Ростехнадзора, некий Григорий Слабиков, а также пятеро его подельников, также оказавшиеся слабы на миллиарды, получили условные сроки захищения 5 миллиардов и 600 миллионов рублей. Также выяснилось, что чиновник предупреждал своих друзей о готовящихся проверках со стороны его ведомства и жалобах, поступающих в адрес СРО, за что, естественно, и получал вознаграждение. Дело длилось целых 6 лет, но так, по сути, ни к чему и не пришло, потому как на выходе из зала судебного заседания все участники получили всего лишь условный срок. А вот Саша Скочеленко, например, 7 лет колонии за дискредитацию СВО. Ну и как бы теперь становится очевидным, что, по мнению судей, в России опаснее, а что, в общем-то, даже серьезно не наказывается. И это несмотря на независимость судей и самостоятельность судебной системы, как третьей ветви власти. Не хочу ни на что намекать, но, видимо, Саше Скочеленко просто нечем было поделиться. Классика кинематографа и ничего более. Можно украсть велосипед и все здоровье отдать в тюрьме. А можно ворвать вагонами и всегда оставаться на плаву. В России красть составы гораздо безопаснее, чем велосипеды. Это я тебе конкретно говорю. А между тем, во вторник стало известно, что Китай пытается затянуть переговоры об инвестировании силы Сибири. Хотя корректнее будет сказать «затянуть России пояс». Но не на талии, а на шее. Потому как все больше становится понятным, вкладываться в строительство газопровода партнер не собирается. Хотя еще в прошлую пятницу некий депутат Дроздов спиной у рта утверждал «магистрали быть», причем уже в следующем году. Но если Китай выходит из переговоров, то за чей счет банкет пока непонятно. Так, под угрозой срыва газификации опять окажется Красноярский край и вся Восточная Сибирь. Там до сих пор топят дровами, а это недешево и небезопасно. Особенно учитывая тот факт, что большинство местных домов деревянные и сами в любой момент могут стать дровами. Об этом говорит печальная статистика Красноярского края. Ведь только за эту осень там случилось 176 пожаров, причиной которых стало печное отопление. Несколько человек погибло. А вот теперь и гибнет последняя надежда на газификацию. Кстати, узнав, что дрова на зиму стоят примерно от 50 тысяч рублей, генпрокурор России Игорь Краснов поручил проверить обоснованность такой стоимости. Особенное внимание он попросил уделить наиболее уязвимым слоям населения. Правда, Красноярского края это пока не коснется. Речь идет о Бурятии. И тем не менее, эксперты отмечают, что в ситуации с Северным потоком-2 есть всего лишь два выхода. Либо Россия возьмет все расходы на себя, правда, произойдет это точно не в следующем году. Либо уговорит Китай на определенные инвестиции взамен на дисконт на голубое топливо. Хотя я вам скажу, что в следующем году скидка на газ для потенциального партнера и так будет увеличена. И как сообщает Reuters, достигнет 50%. Так что падать ниже уже просто некуда. Но мы обязательно найдем. И да, на этой неделе стало известно об еще одном конфликте и опять дружественном. На этот раз упорствует Индия. Она не собирается оплачивать нефть в нашей национальной валюте, настаивая на расчетах в рупиях. А для России эти деньги мертвый груз, который уже сейчас в сумме 40 миллиардов долларов, просто повис в воздухе. А я напомню, что Индия является вторым после Китая крупным покупателем российских ресурсов. Примерно 60% морской нефти уходит именно за рупии. Но дальше так быть не должно. Решили в Кремле и пригрозили остановкой поставок нефти. Но что-то мне подсказывает, что жениться и обещать жениться – это не одно и то же. И кому в данном случае будет хуже, понятно, даже далекому от геополитики человеку. Но спустимся с небес на землю. Главное сделать это аккуратно и не разбившуюся суровую реальность. А она такова, что к демографическому кризису в стране похоже добавился и финансовый. Иначе, а как еще правильно трактовать слова президента, который на этой неделе он произнес на 25-м Всемирном Русском Соборе? Преодолеть сложнейшие демографические вызовы, с которыми мы столкнулись, невозможно только с помощью денег. Социальных выплат, пособий, льгот, отдельных программ. Да, конечно, цифры бюджетных демографических расходов, конечно, крайне значимы. Но это далеко не все. Гораздо важнее жизненные ориентиры человека. В основе семьи, в рождении ребенка лежат любовь, доверие, прочная нравственная опора. Мы ни в коем случае и никогда не должны об этом забывать. У многих наших народов, слава Богу, сохраняется традиция крепкой многопоколенной семьи, где воспитываются четверо, пятеро и больше детей. Вспомним, что и в русских семьях, у многих наших бабушек, прабабушек детей было и по семьи, и по восемь, и того больше человека. Давайте эти замечательные традиции сберегать и возрождать. Честно говоря, я не знаю, к чему был весь этот спич, но подозреваю, что нас начали готовить к осознанию главного. Деньги были, есть и будут, но сейчас денег нет. Так что собирайте все, что вы там развесили и собирайтесь в дорогу сами, потому что НАТО само себя не победит, а 200 тысяч сами себя не заработают. Можно ли где-то зарабатывать до 200 тысяч ежемесячно? Сынок, я такого не знаю. Я не знаю, что только воевать. В жилах стынет кровь, когда видишь стеклянные глаза натовских солдат. Но слава Богу, у нас есть Путин, и он их остановит. Вот как-то так, друзья. Ну, а на этом у меня все. Увидимся ровно через неделю на этом же месте и в тот же час. Всех люблю. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...